Всем здравствуйте! Хочу всех поздравить с праздником Масленицы и пожелать всего самого лучшего! Говорят, кто испечет блины на Масленицу, кто будет весь год в богатстве, в добре и в тепле, чего вам и желаю! Если вас интересует, как испечь блинчики очень легко и просто, а я их пекла недавно на своем кулинарном канале, поэтому ссылочку оставим вам в описании. Там были блинчики на водичке. А дальше мы с вами будем говорить о платье, которое на мне. Совсем недавно было видео по моделированию и раскрою этого платья, а сегодня вы уже видите готовое изделие. Ссылочку на моделирование и раскрой, конечно же, оставим в описании. Здесь интересный крой и интересен он тем, что идет рельеф от рукава реглан. Здесь мы сделали рукав-регланчик. Как вы видите, рукавчик я сделала по линии локтя, чуть-чуть выше. И сам реглан, он такой высокий, он практически, ну здесь вот по несколько, по пару сантиметров, наверное, сходится. Далее в этом платье идет рельеф от линии рукава, ну как вот мы делаем от линии проймы, мы сделали от самого рукавчика реглан. И идет этот рельеф до самого низа. И хочу обратить ваше внимание, что мы здесь сделали очень интересную, необычную мини-французскую выточку, которая вот идет от груди и вот так вот плавненько-плавненько переходит вот сюда вот к линии талии. По посадке этого платья, само платье, вот оно по мне как бы сидит хорошо по верхней части, вот рукава, линия груди, а дальше оно очень такое вот свободненькое, широкенькое, но при этом в нем очень хорошо и комфортно. По спинке идет шов, две вытачки, больше ничего лишнего, точно так же рукавчик реглан. По пошиву спрашивали вы, как шьется трикотаж джерси. Значит, шьем мы его из трикотажа джерси из интернет-магазина ТекстильКонтакт. Ссылочку обязательно вам оставим в описании. Пошив у меня был совершенно без проблем, пропуска стежков не было. И сам вот этот трикотаж, он очень такой комфортный и удобный в носке. Очень красивый цвет. Я когда вам рассказывала по цвету, что камера передает что-то другое, то мне писали, что это и спелая калина, что это и как спелая-спелая клубничка. Да, вот со спелыми ягодками действительно можно этот цвет сравнить. Он очень необычный. Спасибо всем, кто писал в комментарии, как это платье должно выглядеть. Что сюда не нужны, допустим, манжеты. Мы с вами в какой-то степени вместе создали это платье. Потому что манжеты я здесь не сделала, просто сделала подгиб. Низ, как вы обратили внимание, я сделала тоже ровный. Потому что я тоже ходила, смотрела, как мне его сделать. Воротник тоже никакой сюда мы не ставили ставить. Просто такой вот кругленький я оставила. Но я добавила сюда такую вот наклеечку. И вот эту вот наклеечку мы ее заказали в интернет-магазин Беземо. Ссылочку на магазин оставим в описании. Там много всяких термоаппликаций. Возможно, вам тоже будет интересно. Как вы видите, я подобрала, чтобы сильно не привлекала эта наклейка внимания. То есть она идет в основном красный цвет. И немножечко-немножечко такого серебристого оттенка. Подходит или не подходит, вы, конечно же, мне напишите. Но что хочу добавить. Все-таки у меня такое количество платьев, что я могу делать их абсолютно разнообразные. Это могут быть и длина разнообразная, и отрезное, неотрезное, прямое, длинное, макси и так далее. И, естественно, я могу как-то и экспериментировать еще и с наклейками. Поэтому я недавно показывала блузку, на которую я тоже собираюсь сделать наклейку. И вот платье тоже, пожалуйста, сделала наклеечку. Пишите ваши комментарии, ваше мнение о платье. Спасибо всем, кто писал, как должно выглядеть это платье. То есть по деталям. И еще у меня к вам есть такое предложение. Давайте составим образ платья на 8 марта. Что я имею в виду? Какой образ? То есть вы пишите свои детали, как вы видите, какое платье должно быть на 8 марта. Возможно, мы соберем какие-то детали вместе и рассмотрим с вами, как пошить платье. То есть от начала до конца и, естественно, с теми деталями, которые вы будете прописывать. Так как было у нас недавнее по платью поха. На этом все. Желаю всем удачи. Всем пока.